Творчество преследовало меня всегда. Я отшивала себе и подругам. Я начала выступать, петь, танцевать на сцене. Собрала группу творческую, поставили мы танцы номера и уехали по контракту работать в Китай. То, что я заработала в Китае, это был мой первый бюджет на открытие ателье. Это была небольшая комнатка на 10 квадратов. Я там шила ночами и днями. Я брала всевозможные работы, ремонтные. Я поработала где-то полгода и поняла, что я хочу чего-то большего. Листала ВОК каждый день, листала журнал ателье и поняла, что я хочу создавать коллекции, я хочу красоту нести в мир. Около 4 лет я была только на одной площади. Потом я немножко стала разрастаться. Сейчас 100 квадратов в моей студии, 5 сотрудников. И я отшиваю сейчас уже коллекции. Первое направление – это индивидуальный пошив. Второе направление – это 2-3 раза в год я создаю капсульные коллекции и продаю их. Третье направление – это продажа тканей. Я научилась делегировать. Просто делегировать и проверять качество. Коронавирус мы, если честно, не очень ощутили в минус, так как производством было разрешено работать, и мы закрывались только буквально на неделю. Немножечко видоизменились заказы. То есть их стало, можно сказать, меньше, но они стали качественнее. И, безусловно, коронавирус, он повлиял на мою деятельность, но он повлиял только в плюс. То есть ушли те, кто мне не был нужен. И клиенты, и сотрудники. И пришли новые, новые силы, которые будут совершать со мной красоту в следующем году. Моё дело – моя жизнь на самом деле. Так как я очень творческий человек, в первую очередь я думаю, кстати, не о бизнесе и предпринимательстве, а о том, чем я могу быть полезна для своих клиентов. Мне безумно хочется нарядить всех красиво. Мне безумно хочется подарить счастье женщине, которая будет смотреть на себя в зеркало. В первую очередь быть предпринимателем – это нелегко. Нужно понимать, что всегда будут какие-то трудности, всегда какие-то будут препятствия. Я считаю, что нужно не падать духом и быть верным своему делу, любить своё дело и идти только вперёд.